Всем доброе утро. Доброе утро всем. У нас сегодня такой, знаете ли, завтрак. У нас сегодня завтрак с авокадо. Таких вот, знаете, правильных людей завтрак. Хлебцы рисовые. Какао. Какао, Татьяна. У меня кофе, это, конечно, неправильный напиток, но, блин. А потом такая смотрю, хопа, а тут цветы стоят. Вообще, ты раз пять мимо них прошла, прежде чем заметила. Уже за стол как-то села, уже там чуть не жевать начала. Я просто не ожидала такого. Такое, мне кажется, впервые в моей жизни. Ну, что поделать. А, в этом плане. Ну, чтобы неожиданно тебя, знаешь. Чтоб настолько нам неожиданно было. Так, ну, мы целую съедим или половинку? Да, маленький. Маленький. Давай, наверное, целую съедим. Чего его потом потемнеет весь. Нет. Чего, он поспел маленько, нет? Рядом с бананом. Ммм. Такое, вроде. Да, нормально. Они, даже я, в принципе, вчера мы с детьми ели не очень спелый, и он все равно был довольно-таки вкусный. Вот. Какой у нас сегодня план? Работать, 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 работать и забрать детей. Вот как-то, собственно, вот такой вот план. Желательно успеть максимум. Да, желательно побольше успеть. Да, косточки. Потому что следующая неделя каникулы, и мы уже все в предвкушении. Все в предвкушении нашей поездки в Москву-сити. В Москву. Ладно, покажу вам близкое авокадо в крапинку. Все, кушаем. Все, мы будем кушать. А мы в машине, едем по делам, а потом заедем в магазин. Знаете, как я ловко придумала? Я придумала ролик, который связан с магазином. Для тиктока. Для тиктока, понимаете? Который заканчивается в магазине. Понимаете, это мы приезжаем туда записывать ролик в магазин. И не вначале. Ходим по нему, да? Там немножечко я знаю. Магазин вещевой. Вещевой. Женской одежды. Ну, по моему плану, мы еще заедем в этот, как его? Юра Мерлен заскочим. Там надо лампочки купить нам в зал. И двухсторонний скотч нам уже для Викиного этого, как его мастер-класса. Да. Сегодня, наверное, расскажем, покажем, где нам лампочки поставили. Как у нас светло стало, наверное. Заметили вы или нет? Наши глаза радуются. Вот. Оказалось, что у нас... У нас, в общем, в зале были вкручены совсем нестандартные лампочки от осветительных приборов для фото и видеосъемки. Такие мощнейшие, большие такие. Да, такие кукурузины свисали. В общем... И более-менее у нас в зале было светло благодаря ей. Да. Теперь мы их вытащили, естественно, так, как нам поставили дополнительные. И теперь нам надо все-таки... Да, а мы думали, что то, что мы выкрутили раньше оттуда, оно где-то лежит. А, видимо, оно перегора... И там, короче, все лампочки, кто влез, кто под ровом. Да, все развор. Там какой-то плафон желтый, какой-то белый, какой-то зеленый. В общем, надо купить одинаковые лампочки, чтобы все светило одинаково. Одинаково. Да. Вот, поэтому это то, что нужно мне в магазине. И ролик доснять. Да, кстати, Леруа же в планете есть. Ну, я знаю. Ты про него дай говорить. Так я про него и говорю. Смысл нам выскакивать? В один магазин зайдем. Молодец. Ты такой молодец. Я что-то про него не подумала. Когда я говорил, что надо заодно и в Леруа заскочить, я имел в виду, что мы как раз и будем практически в Леруа находиться. Вот и заодно в него и заскочим. Молодец ты, молодец. Ну, еще сколько раз скажешь, что ты молодец. Можешь не переставать. Вот видите, какие мы продуманные. Ну, по крайней мере, я. Да, она с утра уже говорит. Что-то вот в магазин. В магазин. Я говорю, зачем? Как не знаю. Вот не знаю. И все. Я, конечно, не люблю ходить в магазин, когда не знаю, зачем я туда. Вот ты за ролик идешь снимать. Да, в этом я иду снимать ролик. В Леруа идешь. Вот. Два пальца заглуб. Мы быстро туда зайдем. Да, мы быстро. Комжоперс. По-английски написано. Купальник. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ну, не-е-е-е-ет. Как, вот, вроде, сейчас, скорее весны. Угу. Ни два, ни полтора раз. С другой стороны весна. Это еще такое время были. Угу. А, это типа платье не летнее, да? Как сексесс. Угу. Как тебе? Ну, все, вам платочка хорошенькая. Как может платье тебя толстеть? Ну, может. Не платье толстеть. Меня, меня, в смысле, не висит толстой. Угу. Ну, вот такое вот. Ну, хорошенькое. Не нравится. Мне кажется, что у меня с моей той курткой, наверное, будет. И с кожаной. Да. И с розовой. Да. И с сапогами, кстати, мне хорошо смотрится. Вот. Да, нормально она смотрится. С сапогами. Ну, в общем, не че так. В общем, нормально. Все нормально. Хорошее платье. Я люблю такие платья. Ну, и цвета у меня, в принципе, такого нет. Ну, да. Цвета у тебя такого нет. Цвет такой. Будет в новинку. Так, ну, давай следующий. Давай. Че это? Спиночез. Спиночез. Уграясь. А, слушай, она какая-то. Достается, да? Достается, ага. Как антенна. Ага. А ну, не будем ее брать. Не будем, что на че сбрать? Давай. Не знаю. Отживешь без... Лампочки мы купили. Скотч купили. А ты снимал, как я платьишко купила? Как ты платьишко купила? Ну, как ты примерял, то снимали. А как купила, нет. Так, я... Это... Что? Щетка нам нужна. Щетка там. Не дай, да, ничего такого. Добавь дальше, как-то, ракая ножа. Татьяна сидит, ждет, когда ей сок приготовится. Да, я захотела сок. Ага. Из натуральных фруктов. Что, мы поделали, посидим? Давай чуть присядем. 5 секунд. Все равно соком никуда не пускают. Но сейчас... Бливать. Вкусно, да? Я его люблю. Как же она его любит? Сок. Вкусно. Еще. Один раз нереально выпить. С покупочкой. Не было пакетов больше. Ага. Дали мелюзгу дали. Ну, совсем там есть такая... А, у них другие ручки. Ну, что такое. Я пока целую. Ну, черную, нет. Тоже, как и совсем с черной. Ну, вон, какие пельцы. Все, белая висит какая-то. Тоже с таким, как и спортивным. Такого плана. Ну, это 400 сантиметров. Угу. Ну-ка, закинь на плечика. Я почти на полетку или на полетку. Ну, это весь? Вся длина? Угу. Ну, она, видимо, такая, знаю, что-то. Ну, это, конечно, не зимняя пуха. Типа, она грудная какая-то. Ну, да. Ну, сними пуха. На мере без пуха, да. Не, ну, в смысле, что-то зимняя, конечно, тоже пуха. Угу. Ну, такая светленькая, наверное, чай. Ну, так, ничего, она. Слава. Ну, эти хрени какие. Пожалуйста, они короткие. Эстебище. Тоже коротенькая, да, совсем тоненькая ручка? Большая. Конечно, интересно, но... Так, ну... Если бы вот он был маленький. Ага. Почему? Заехали мы в мир сумок. Угу. Хотела себе сумку небольшую. Ну, маленькую сумку, в общем, для телефона, для вот... Документов. Мелочи, короче. Угу. Вот. И не выбрала. И не выбрала. Потому что я хочу конкретную. С толстым ремнем вот таким вот. С толстым ремнем, такой классный. Чтобы он был широкий ремень. У нас своё. Ну, дело в том, что там была только светлая. А мне надо, чтобы она мне под много нарядов подходила. Нет, была светлая, была чёрная. Ну, чёрная, сильно чёрная. Были не с такими ремнями. Была с разными вставками, вот по цветовому. Был бы. Хотя у него ремень вроде-то, как бы, он разных цветов. Ну, вот фиг знает. У меня есть сумка поясная. Но она получается вот... Только на поезде. Только на поезде. А у меня, например, вот такая куртка будет ещё удлинённая. Ну, и неудобно. А вот в рюкзак всё время лезть, куда-то за документами. В том же аэропорту тоже неудобно. Ну, я, в общем, в любом случае, хотела себе маленькую сумку. Даже не за поездку. Как это выяснилось позже. Я-то думал, за поездки мы её ищем. Торопился. Тут говорю, давай, сейчас сокольными путями до мира сумок поедем. Потом выяснилось, что мы-то просто выбираем сумочку. Не ради того, что нам срочно её надо купить, потому что мы в поездку едем. Не, ну, согласись, было бы удобно. Не, ну, удобно, удобно. Кто же спорит? Просто в рюкзаке доставать, знаешь, всё это вот не очень удобно. Телефон куда-то выбирать тоже не очень удобно. А поясная сумка... Ну, блин, вот она поясная, с ней неудобно. Ну, по крайней мере, не летом, да? Когда у тебя куртики, шмуртки там всякие. Не летом, а врук летом. Летом удобно. Да. Ну, я говорю, а сейчас не летом, неудобно. Да. Вот, что я хотел сказать. Ну, я всё равно сумку себе хочу. Вопрос, что, конечно, я её вряд ли успею купить до поездки. Да вряд ли, мне кажется, что ты больше в магазинах не окажешься. Нет? Входя, суббота же ещё есть. Суббота? Там же воскресенье, да. А, потому что суббота. Не знаю, не знаю. Ну, не знаю, у нас много дел, конечно, мы вряд ли успеем. Триллиард дел. Любая наша отъезда на несколько дней, означает, что нам надо заранее сделать работу за эти несколько дней. Ну, да. И это сразу прилипало. И в обычные-то дни, блин, больше, чем мы можем себе позволить. Ну, не об этом. Ну, не об этом, да. Речь, вот, как платьишко хоть Саня себе купила. Ролик записали. В Леруа съездили, считай, мы купили двухсторонний скотч. Теперь Вика может готовиться к своему мастер-классу. В пятницу мы ещё, нам надо ехать. Вики-спектакль в пятницу. Вики-спектакль, она же у нас ещё в театральный ходит. И у них будет, вот, выступление. Да, на выездной сцене. Значит, на правом берегу ещё. И вот, их-то туда отвезут со школы детей. А родители приезжают и покупают билеты на концерт. А родители, да. Надо, кстати, в кассе в школе купить билеты. 600 рублей сноса билетик стоит. Ни хухры-мухры, знаете. Не на каждый концерт так стоит, если честно. В театр. Мы прям идём, мне кажется, на такой серьёзный концерт. Видимо, я жду тогда, это, знаете ли, постановка должна быть серьёзная, там снежная королева. Ну да. По 600 рублей, это билетики покупать. Ну вот. Так что в пятницу у нас ещё культ масс. Да. В рабочее время. В рабочее время. В 2 часа дня. Вот уже так неудобно, капец. Будем как-то пытаться. А ещё в среду я же записалась на открытый урок по английскому. А в четверг я записался в голову под встречи. А завтра у тебя встреча? А завтра у меня встреча ещё с утра. Так что и нам надо как-то вот в этот график ещё включить совместную. У нас есть работа. Ещё работа. В общем, это так. Ну мы справимся. Словом. Ну мы всегда справляемся. Понимаете? Не светит солнце, а уже настроение поднимается. Да. Хоть на улице с утра было минус 18. Просыпаться, когда на улице светло, проще. Но в душе-то весна. А в душе весна. Никуда её не тянешь. Поёт. Мы сейчас музыку громко слушаем. Очень громко. Очень громко. Она вот сразу даёт заряд энергии. И мы слушали панк-рок. Он вообще энергию меня заряжает. Я же старый панк, знаете. И я вот тоже останавливаюсь. Она потихонечку тоже приобщается к панк-музыке. Мы иногда слушаем галимую попсу такую прям галименькую. Татьяна выбирает. Иногда. Иногда. Слушаем панк-ру. Она говорит, давай слушаем то, что ты хочешь. И тогда у нас играет или просто рок, или панк-ру. Панк-ру, он же такой. Не, ну такую сильную музыку не слушает. Да, да? Ну почему? Слушали. Ну, подсек. Про молнию. А-а. Король шут. Так, это панк-ру. Король шут, я слушаю. В общем, включайте музыку погромче и отрывайтесь. Включите панк-ру. И отрывайтесь. Я помню, мама как-то говорит, мне на работе спросили, а вы что слушаете? А она говорит, панк-ру. А у меня, говорит, сын слушает, и я слушаю. Приходится. Это, я помню, я сейчас в школе учился давным-давным-давно. Ну, вот, такие дела. Ну все, мы уже почти рядом с дома. Ну да. Сейчас туда-сюда, и уже надо будет ехать за Викой, за детьми. Чего ж Макса ты забираешь? У нас всегда спорт, кто Макса будет забирать. За Викой я люблю ездить. Вообще не дает мне теперь ездить. А за Максом я не ездила. Мне даже вон сообщение написали, Таня, на машине, да понятно, для чего, для маникюра. Да-да-да, раз в недельке на маникюре ездить. Ну, получается, теперь только на... Я раньше постоянно ездила. Я Вику возила в сад. Вообще постоянно ездила? Я постоянно ездила на машине, забирала ее с садика, и в сад отвозила. Чего-то постоянно ездила. И даже с Максом, то есть у меня и Макс все время в машине был. А сейчас, реально так получилось, он забрал вот это вот, возможно. Когда изоляция началась, перестал ездить сильно в офис. Да, я раньше как-то больше времени в офисе проводил, а Таня, получается, возила. А я вот только по своим девчачьим делам и в крайней необходимости сажусь в машину. Приходится ее раз в три недели постоянно заряжать. Не, ну сейчас-то, это, сейчас-то потеплело, так я думаю, нормально будет все. Буду просто ездить кататься. Не, ну еще зимой, видишь, сейчас-то уже она то замерзнет, то еще что-нибудь. Ну, и надежды на нее никакой нет. И как-то вот просто так сейчас этим заниматься, когда вот куда-нибудь, типа иногда, ну давай на твоей, давай на твоей, на моей, я иногда на ее машину сажу, допустим, вечером не надо куда-то из дома, не знаю, вечером надо в аптеку съездить. Я сажусь, ее машина обычно где-нибудь зажатая стоит, я сажусь, ты мне звонишь, ты что? Я звоню. Ты мне звонишь, Таня, зайка написано. Таня, зайка, я у тебя сохранена. Чтобы отреку... Лет 18 как? Отреку, я не могу с ней идти. Я не знаю, чем звонишь мне. Аппарат сзади, аппарат тебя сбросил. Ну, в общем, о чем он говорит? Да, я говорю, что я иногда даже на ее машине езжу. А, да, потому что это место не займут, она очень маленькая, ой, динь там. Она маленькая и другая машина места не займет. Да, да, зачастую выехал и потом заехал назад. Блин, тут еще хуже. Тут что-то оно прокладывает у нас, вообще во двор не пробраться, бляха. Проехал? Да, проехал. Нормально. Все перерыли. Когда они уже нас это... Ну, это там микрорайон новый просто строят, и получается, что мимо нас из него трубы везут. И тут по перекопалинам наши газончики сейчас оттаят, а их нет. Все куда-то едут. Все едут, ага. Ну, все, ладно, паркуемся. Все, мы приехали. Вот сейчас еще с мусоркой надо разъехаться. А, боже мой. И вот с этой машиной. А он нам помогает. Ты помогаешь, Пафе. Так, доставай лампочку изнутри. Давай, еще доставай, еще. Сколько коробок есть, столько доставай лампочек. Давай. Еще вон с пакета доставай коробку с лампочкой. Давай. Давай. Еще доставай. О, все теперь одинаково. А то серо-буро-малиновая люстра была. Все лампочки разные. Они разные. А, маленькая, добрая. А вот так вот. Опа. Все. Так, что? Рисовать с тобой? Ну, попозже, маленькая. В общем, что у нас тут произошло? Мы добавили 4 фонаря. Вот эти. Потому что люстра, она красивая. Но из-за того, что у нее вот эти вот короба. Made in Ukraine. Люстра у нас. Из-за того, что вот эти короба, такие желтые, массивные. Она красивая. Но она светит только вот под себя. А остальное место она дает желтый свет. Как бы, ну, в общем, темнотища. Поэтому мы добавили 4 лампы. Вот до этого у нас огромные лампы спасали еще как-то. Но от них был серый цвет. Ну, и они некрасиво смотрели. Теперь все так, как надо. Дополнительные лампы нам дают нормальное освещение. Пойдем, Вика, в детскую покажем. Ну, разные лампочки были, да. И в детской, и в детской, и в детской. Вот тоже добавили. Тут две лампочки. И тут две лампочки. Все. Хорошо, светящие. Теперь в детской, наконец-то, наконец-то у нас не пещера в детской комнате. Надо вкрутить эти железячки. Этот электрик откручивал. Вон они стоят. Это дядя. Дядя, выкрутил. Ну, давай тогда помогать будешь. Давай их тоже прикрутим. Да, их дом, я тебе помогу. Давай. Сейчас я разделю их на две. Сюда и туда. Ну, сейчас стул принесем и будем поменять. Вот это можно выкидывать, да? Нет. Нет. Окей. Давай в них сложим вот эти вот, которые у меня в карманах лампочки. Окей, говорит. Мастер, ты видел маму новое платье? Ого! Батарейка села. Я идем за внимание. Не обращайте внимания. Так, Татьяна, ты там готова? Нет. Нет? Ты давай, подготовься. Мы тебя тут ждем. Правда, на кухне ждем, потому что тут у меня камера на проводе. Я не могу далеко от розетки уйти. Давай, 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 давай. Она, в общем, поняла, что она сейчас весеннюю обувь в сходу не найдет. Не найдем. Давай, подойди поближе. Татьяна, ну, по-моему. Покрутись. Покрутись. Ну, все, отличное платье, мне кажется. Нормальное. Да, отличное. Что нормально-то? Можешь отрезать, возвращать не будем. Хорошо. Со скиллечкой. В общем, оно в 2000 обошлось. Ну да. В Love Republic. Спасибо. И я за тобой. Там столько шума, жесть. Где моя розовая куртка? Хочешь розовую куртку померить? Ну, померись, черный. Пока батарейка чуть-чуть подзарядилась, я могу и идти с камеры. Надо скоро доставать всякие. Давай, скорее, меня с курткой, потому что батарейка сядет. Надеюсь, что скоро будет. О, я тоже надеюсь, что скоро будет. Не вам самостоятельно будет. Да, отлично. С этой черной колготки, это, и вон, черно-белые сапоги одел зимние. И огонь. Черно-белые. Черно-белые.